Здравствуйте! Сегодня мы рассмотрим с вами степень окисления. При образовании химической связи валентные электроны смещаются от одного атома к другому, приобретая частично положительный или отрицательный заряд. Этот заряд и есть степень окисления. Степень окисления может быть положительной, отрицательной или равна нулю. Прежде чем расставлять степень окисления, мы должны изучить правила. Первое. Металлы всегда проявляют положительную степень окисления. У элементов первой А-группы щелочных металлов степень окисления равна плюс один. У элементов второй А-группы степень окисления всегда равна плюс два. У алюминия степень окисления равна плюс три. Второе. Водород в соединениях с неметаллами всегда проявляет степень окисления плюс один. Кислород в большинстве случаев проявляет степень окисления минус два. Фтор всегда проявляет степень окисления минус 1. Простые вещества имеют степень окисления равную нулю. При вычислении степеней окисления помните, что любое вещество электронейтрально, а это значит, что сумма степеней окисления всех атомов в веществе должна равняться нулю. Рассмотрим пример. Записываем формулу химического соединения. Алюминий 2С3. Расставляем степень окисления известного нам элемента. У алюминия степень окисления всегда плюс 3. Плюс 3 умножаем на количество атомов алюминия в веществе 2. Получаем плюс 6. 6 делим на количество атомов серы в веществе 3. Получаем 2. Учитывая, что молекула электронейтральна, серая имеет степень окисления минус 2. Рассмотрим следующий пример. Записываем формулу вещества. Силициум О2. Кислород всегда имеет степень окисления минус 2. 2 умножаем на количество атомов кислорода в веществе на 2. Получаем 4. 4 делим на количество атомов кремния в веществе 1. Получаем 4. Помнишь, что вещество электронейтрально. Получаем степень окисления кремния плюс 4. Рассмотрим более сложный пример. Записываем формулу. H2SO4. Степень окисления у водорода всегда равна плюс 1. 1 умножаем на 2 атома водорода. Получаем 2. Степень окисления у кислорода всегда минус 2. 2 умножаем на 4 атома кислорода. Получаем 8. От большего числа отнимаем меньшее. 8 минус 2. Получаем 6. 6 делим на количество атомов серы в веществе. Получаем 6. И ставим знак наименьшей степени окисления. Плюс 6. Есть другой универсальный способ расставления степеней окисления атомов в веществе. Алгебраическая сумма степеней окисления всех атомов в веществе равна нулём. Рассмотрим вещество H2SO4. Сложим степень окисления всех элементов с учётом их индексов. Неизвестную степень окисления примем за х. Плюс 1 умножить на 2. Плюс х умножено на 1. Плюс минус 2 умножить на 4 равно 0. Выражая х, х равен плюс 6. Степень окисления серы равна плюс 6. Попробуйте посчитать степень окисления хлора в следующих соединениях самостоятельно. H-хлор О4, хлор 2О. Помните, что степень окисления у водорода плюс 1, а у кислорода минус 2. Проверим. Хлор плюс 7. Хлор плюс 1. На этом наш урок закончен. Учите химию!